Субтитры создавал DimaTorzok Девушки из стихотворения Владимира Санги, Нивского писателя, основателя Нивской литературы и письменности, лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Имя писателя широко известно не только в мире, но и во всей Вселенной. Им даже названа рубиновая звезда в созвездии Рыбы. Владимиру Михайловичу Санги исполнилось 85 лет. Он родился в стойбище Нобиль на Сахалине, который Нивхи называют их мифом и который стал колыбелью творчества писателя. «Ни поблажек, ни выгод, ни гладких дорог, не прошу у тебя, мой возлюбленный край, я хочу о твоей чудодейной судьбе написать для земель и народностей всех». Первая книга Владимира Санги «Нивские легенды» вышла в 1961 году в Южно-Сахалинске. Она принесла ему настоящую писательскую известность. И с тех пор им написано множество произведений, романов, повести, рассказов, очерков, таких как «Изгин», «Ложный гон», «Тынграй», «Женитьба кивонгов», в которых очень много автобиографичного, документального. В них отразилась связь между прошлым, настоящим и будущим древнего нивского народа, национальный характер, мышление, способ видения мира, быт, традиции, ритуалы и язык. В Республике Саха-Якутия был создан организационный комитет по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Владимира Михайловича Санги. И первая из них – презентация сборника нивских легенд, сказок и преданий Национальной библиотеки в офлайн- и онлайн-форматах. Мне очень приятно, что мои юбилейные мероприятия открывают духовность Республики Саха. Ибо с Республикой Саха моя жизнь связана очень и очень крепко. Можно даже сказать, что первый мой приезд в Республику Саха-Якутию, а это было очень-очень давно, когда я еще был практически чуть ли не юношей еще. И там ко мне очень внимательно отнеслись классики якутской литературы. Николай Морденов, Сурон, Амалон. А Савва Тарасов помог мне поехать вместе с Осиповым, художником замечательным, по одолеванным Аласам. Вот тогда-то я и увидел, увидел и расшифровал для себя, каким образом мог сложиться такой жизнестойкий народ, как якуты. Эта поездка дала мне очень много. Я был счастлив, вот уже в рамках мероприятий, юбилейных моих мероприятий, принять гостем в стойбище УМВО первого заместителя председателя законодательного собрания замечательного, талантливого литературоведа Александра Николаевича Жиркова. Могу даже сказать, что Александр Николаевич по существу открыл духовную жизнь уже ставшего знаменитым мысом УМВО вторую жизнь, ибо его приезд имел замечательные последствия, в том числе и те мероприятия, которые посвящены моему сегодняшнему юбилею. Я бы хотел сказать, что с мысом УМВО, знаменитым мысом УМВО, который воспет моим киргизским другом киргизом Айтнатовым в повести «Пегий, пес, бегущий край моря»